Ребята, сегодня Сирия, завтра Россия. А результат какой? Нулевой. Для нас в Сирии вопрос очень болезненный. Во-первых, там наши ребята в земле. Из этой земли кровь проливали и на этой земле погибали. И сейчас там находятся несколько тысяч наших военнослужащих. Сирийская пике. Россия потерпела самая позорная фиаско в современной истории войн и конфликтов. Диктатура Башара Асада в Сирии пала. На взятие под контроль большей части страны и непосредственно столицы у повстанцев ушло 10 дней. И это стало самым быстрым и позорным поражением. Причем больше для России, нежели для самого Асада. В Сирии же была ловушка. Просто-напросто ловушка. Потому что таким образом получалось, что мы попадаем в полную зависимость от турок. Что в конце концов эта ловушка захлопнется. Она просто-напросто захлопнулась и вся карточная домика Великих Побед в Сирии сейчас рухнула просто-напросто. Пришли к закономерному итогу спустя 9 лет, потратив энное количество жизней, времени, 9 лет потеряв и оружие. Почему именно так? Давайте разберемся. Официально Россия вступила в гражданскую войну в Сирии в 2015 году. Подразделения российских наемников ЧВК участвовали в сирийской бойне и раньше. Но регулярные войска РФ были отправлены только после подписания 26 августа 2015 года соглашения между нею и САР. На тот момент Сирия для Башара Асада была почти полностью потеряна, а бои велись уже практически в центре Дамаска. До прямого вступления России в гражданскую войну в Сирии режим Башара Асада пользовался в основном поддержкой Ирана, подразделений Ксир и Хизбаллы. И, как видим, эта поддержка была совершенно недостаточной, чтобы оказывать сопротивление повстанцам, воевавшим без какой-либо военной подготовки, тактики и так далее. После сомнительного дебюта нашего ВСВО возникли вопросы и к нашей армии. Вот я очень мягко говорю, но я думаю, все поняли, о чем я речь. Нам не сирийцев осуждать, что у них слабая армия. Конечно же, регулярные российские войска, использующие авиацию, оперативно-тактическое ракетное вооружение и прочий спектр вооружений, стали ломать ситуацию и в течение нескольких лет, доминируя в воздухе и на земле, вернули контроль над частью страны режиму Асада. При этом Россия преследовала не просто цель удержать союзного диктатора у власти или получить доступ к обширным недрам Сирии – нефть, газ, фосфаты. Для России война в Сирии была важным пропагандистским проектом по мифологизации второй армии в мире. Именно через военную операцию в Сирии Россия навязывала всему миру напускное величие ее армии и ретранслировала нарратив о том, что Москва возвращается в большую политику с кулаками. Территория очень хорошо защищена и охраняется несколько колец вдали сирийцы. Сирийская операция для российской армии была важным переходным моментом, особенно на фоне гибридной войны в Украине, где западный мир был не готов остановить Путина. Аналогично неготовым он оказался и в Сирии, лишь со стороны, наблюдая за тем, как ковровые бомбардировки российской авиации уничтожают школы, больницы, жилые кварталы. Показали мне, как они тихо-аккуратно подвешивают бомбочки. Это Фаба-500. Как? Аккуратно, четко, ясно. И при этом пошли на ночное дежурство. Но в итоге, на чем Путин пытался выстраивать видимость сильной российской армии, на том этот миф и рухнул. В 2022 году рухнул в Украине, где армия страны-агрессора получила такой отпор, какого никогда в своей истории на себе не ощущала. А в 2024 году в Сирии все, что было захвачено ВСРФ за долгие кровопролитные годы, было потеряно в течение 10 дней. Сирия – транспортный коридор. Эрдоган планирует через Сирию положить трубопроводы в Европу и получить очень, ну, короче говоря, кардинально улучшить свои экономические возможности за счет наших. Потому что наши возможности тогда ослабнут. На сегодняшний день это самое позорное фиаско в современной истории войн и конфликтов. Афганистан тихо курит в сторонке. 1 мая 2021 года на фоне вывода из Афганистана контингента коалиционных сил, основу которых составляла армия США, началось наступление группировки «Талибан». А 15 августа под контроль боевиков была взята столица – Кабул. Талибы планомерно занимали квартал за кварталом. Афганская армия, подготовкой и обеспечением которой занимались США, потратив на это колоссальные средства, оказалась бессильной в сопротивлении «Талибам». Хотя она даже не сопротивлялась, а попросту постепенно. Провинция за провинцией отступала к столице, где царила паника и началась спешная эвакуация. Вся власть Афганистана находится в руках талибана. Тогда, в 2021 году, российская пропаганда развернула масштабную кампанию против Соединенных Штатов и поддерживаемых ими властей Афганистана. Мол, посмотрите на это позорище. Бегут, как крысы с тонущего корабля. Если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективные западные США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа. Хотя о выводе контингента США было известно заранее, и это было планово. А вот бегство десятков тысяч афганцев, не желающих оставаться при власти талибов, не было учтено. Талибы собираются убить нас. У наших женщин больше не будет никаких прав. Люди массово бегут в сторону международного аэропорта Кабула. У большинства из них нет никакой иностранной визы. Но они пытаются покинуть захваченные экстремистами Афганистан любой ценой. Тем не менее, транспортная авиация США и союзников в рамках операции «Убежище для союзников» в максимально сжатые сроки эвакуировала из Афганистана 120 тысяч человек. Хотя изначально операция планировалась для эвакуации в 10 раз меньшего количества людей. Побросав огромное количество техники, другого оборудования. Хочется отметить, что после волны фейков и манипуляций со стороны России в отношении эвакуации из Афганистана уже в январе 2022 года, ей был предоставлен шанс показать, как она может осуществлять международную логистику в критических ситуациях. Хорошо. Посмотрим. В ходе январских протестов в Казахстане ОДКБ стало вводить свои войска в страну, и на размещение 2030 военных от организации, главную роль в которой играет Россия, понадобилось 5 дней. Запрос ОДКБ был отправлен 6 января, а 10 января контингент в полном составе был размещен к тому моменту, когда политический кризис и протесты сошли на нет. Крайне оперативно, не так ли? И механизм ОДКБ реально включился. Ну, крутых слов нет. Мы крутые, оказывается, очень. Но в Сирии Россия показала себя с еще худшей стороны. Российский контингент не только не смог содействовать осадитам, САА, в противодействии повстанцам, но и эвакуацией персонала и своих баз они не были озабочены до тех пор, пока силы сопротивления не заняли хаму и не вышли к Хомсу. По ряду сообщений, несколько подразделений российской военной полиции оказались в окружении. Своих не бросаем. В общем, сейчас нанесен удар по репутации нашей власти, которая кричала, я помню, те обложки победа в Сирии 2020 год, ура, ура, журнал «Эксперт» и прочее, прочее. Сейчас, в общем, мы попали действительно в сложнейшее положение. Сама вообще сирийская экспедиция была рассчитана на людей, на невзыскательных разумов, с клиповым мышлением. Ой, какая красивая картинка. Красивая картинка в итоге вылилась в нынешнюю ситуацию. Выводы. Падение режима Башара Асада – это в первую очередь большой позор и унижение России, которая, имея обширные интересы на Ближнем Востоке, не смогла удержать власть в руках своей марионетки во второй раз. Это не только какая-то там репутационная потеря, это офигенный пропагандистский провал, как в свое время сказали в Белграде сербы, которые посмотрели на бомбардировки Белграда. Как же Россия сможет защитить Белград, если она не может защитить Белгород? Вот на примере Сирии все страны увидят, каково с нами сотрудничать. И я не удивлюсь, если вообще никто не захочет. И из всяких вещей, могу сказать, планировался визит Володина в Индию, давно планировался, с сентября, а теперь индусы отказались. О чем с нами говорить, со слабаками? Инфантильное поведение российских властей привело и к тому, что наступление сил сопротивления стало одной из самых молниеносных наступательных кампаний за последние десятилетия. А эвакуация персонала российских баз и военных не осуществлялась. Провал в Сирии ярко демонстрирует то, насколько сейчас ослаблена Россия, насколько ее измотала война в Украине. И не исключено, что это будет первым таким сигналом для других стран, где авторитарные режимы держатся на российских штыках страны Африки. Вполне возможно, что этот процесс будет набирать обороты и остановить его уже не удастся. Это точно. В Сирии у России состоялся не просто серьезный репутационный позор, это фактическое начало пике ее заграничных операций, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, кто случайно не знает, у нас экспорт оружия упал в десяток раз. Это связано прежде всего с нашими военными неудачами. Ты сколько угодно можешь красоваться оружием на выставках, показывать летающие танки, прыгающие, другое оружие, аналогов нет. Но противник не идиоты, и покупающие оружие партнеры тоже не идиоты. Все смотрят на результаты практические, применения на поле боя и покупают. Оружие было одной из важнейших статей нашего экспорта. Теперь, когда упал экспорт, и нас поджимают очень сильно по торговле углеводами, в частности углеводородами, Сирию сейчас возьмет Эрдоган под себя, и он будет торговать, а не мы, наша экономика, наша армия рискует повторить путь сирийской. Потому что у них не стало денег, у них стало жалование в армии 10-15 долларов, все толковые люди, порядочные, оттуда ушли кормить семьи, остались либо никому не нужные, либо взяточники-воры. И когда пришел враг, ничего удивительного, что такая армия ничего не сделала. Субтитры создавал DimaTorzok